Хочешь задонатить в игру, но не знаешь как это сделать? Тебе в этом поможет сервис Best Donat. Один из самых крупных и надежных сервисов по донату. Здесь ты можешь приобрести вип пропуск, путь доблести, а также любую акцию и любой набор крисов, который только появляется в игре. А на первую покупку тебя также будешь ждать скидка в 5%. По всем интересующим вопросам пиши в телеграмм Best Donat. Ссылка в описании. Всем привет! У нас в игре появился новый герой месяца, как уже пару дней. И также стартовало сезонное событие. Из всех похожих событий, вот эта пляжная вечеринка была одним из самых скромных мероприятий, можно сказать. Первое место делили новогодний ивент и колевала. И вот на последнем было морловия и вот эта вот вечеринка или пески, кому как удобнее будет ее называть. Но сегодня нам сюда добавили новых героев и возможно ситуация поменяется и будет выгоднее здесь золотые жетоны скручивать, а не ждать каких-то других событий. Также еще одна новость. Нам включили таверну легенд. В прошлый раз говорили, что она закрывается на ремонт, либо уходит в отпуск. Точную причину я уже не помню. Но сегодня каким-то чудом она снова у нас работает и можно здесь призывать. Для чего они в прошлый раз так сказали, непонятно. Возможно преследовали какие-то корыстные свои интересы. Говорят, что она закрывается, все ломанулись крутить, как последний раз. Они сделали кассу, а сегодня ее снова включили. Либо возможно действительно сами чего-то напутали и никаких корыстных мотивов у них не было. Но как бы то ни было, ребят, это очередной пример, почему не стоит крутить с мыслью, что этих героев больше нельзя будет поймать. Эти герои будут постоянно появляться на всех событиях. Задача разработчиков продавать героев. Поэтому если герои действительно стойщие, они будут появляться в других призывах, типа заветного и так далее. Поэтому на чувствах, что больше этих героев не появится, скручивать последние кристаллы, либо вкладываться по максимуму нельзя. И давайте посмотрим, каких нам добавили новых персов. Первый это зеленая пятерка мазога с быстрой маной. Наносит 280 урона цели и ближайшим врагам. У зеленых быстрых вроде есть уже герои, которые по 330, либо по 350 наносят, поэтому 280. Урон нормальный, но могли и больше написать. Цели ближайшие враги получают минус 24 к защите на 3 хода. Срез брони это всегда круто, но сами цифры в 24% небольшие. Длительность эффекта сбрасывается, если герой получает недуг. Это конечно плюс, но он не сильно компенсирует вот этот вот минимальный срез. Наносит дополнительный урон у льду, окей. И пассивки. Первое сопротивление дебафу водой. И еще одна. Вот это у них крутая пассивка. Когда она будет ультовать, на всех будет вешаться вот этот дебаф той же водой. И он обходит таунты, увороты. И вообще все возможно. Это неплохо. Хоть и дот урон небольшой, но тем не менее такой плюс. Ну и еще семейный бонус. Он работает даже от одного героя. Получается любые дебафы ей уже будут наносить на 20% меньше урона. Класс рейнджера. Чисто для нее, для трипл шотера тоже плюс. Она будет контру пробивать и бафы к броне. Навыки ей сделали нормальные, но все характеристики написали по минимуму. Поэтому если выпало прокачивать ее можно. Но целенаправленной операцией пытаться ее выловить я бы не стал. Ну и также стоит отметить, как ее нарисовали. Выглядит она огонь. Следующий герой это синяя пятерка Дэви Вэви со средней маной. Все союзники восстанавливают 500 усиленного здоровья за 4 хода. И все это он отхиливает в оверхп. Оверхп это конечно круто, но сам отхил в 500 хп на 4 хода. Получается за ход он будет отхиливать по 125 здоровья. С учетом того, что сейчас у героев по 4000 хп. Ну что это за отхил? Это просто минимум. И длительность эффекта обнуляется, если владелец эффекта получает прямой урон от особого навыка. А вот это уже пушечная механика отхила. Ровно такая же как у профессора. И в теории. Если например в этих героев будет постоянно попадать прямой урон. То этот отхил может сказать вообще не будет сниматься. Но сейчас такие герои мощные в оборонах. Что отхил хоть и не будет сниматься. Они просто снесут всех. Да и все. Потому что ну 125 хп это просто копейки. Не знаю. Все герои получают плюс 30 защиты на 4 хода. Это плюс. И все союзники получают плюс 20 к регенерации маны. Также на 4 хода. Тоже отлично. Все хорошо, но здесь история ровно такая же как и с предыдущим героем. Все написали по минимуму. Надо отхил ему было больше писать. Хотя бы сделать как у профессора. Чтобы он за ульту моментом набрасывал там хотя бы 300 хп. И потом уже включался вот этот тикающий отхил. Тогда бы еще более-менее было атак. Прокачивать его также можно. Но ничего особенного нет. И еще одна пятерка. Зе Нуква с медленной маной. Наносит 275 урона цели. И ближайшим врагам для медленной маны урон небольшой еще и по троим. Цели враги поблизости получают 225 урона за каждый получаемый недуг в течение 4 ходов. Это вроде вообще какой-то новый навык. Получается она ультует. Вешает на врагов дебаф. Если на этих врагов еще какие-то дебафы прилетят. То им нанесется дополнительный урон. Наверное это вот так вот будет работать. Герои-союзники поблизости получают иммунитет к новым недугам на 4 хода. И восстанавливают 225 здоровья за каждый потенциальный недуг. Крутейший навык. Такой же как и у Клеопатры. Получается она и щиты вешает. Что никакие дебафы на союзников. Ну на троих союзников не попадут. Еще и за эти дебафы будет отхил. Так что здесь ей неплохо написали. Если в целом говорить по герою. Ровно так же они не докрутили этих персов. И знаете и не туда и не сюда. И плохими их не назовешь. И до каких-то ивентовых пятерок. Которые сейчас выходят. Они тоже не дотягивают. Поэтому это сезонное событие. Как было скромно. Так в принципе оно им и осталось. Крутить здесь можно. Здесь вот этот хиллер неплохой. Потом вот этот серфер. Мортимер тоже вполне играбельный герой. Дальше смысла вообще нету. Крутить эти герои уже вообще не играют. Вот на этого могли новый костюм сделать. И последний его навык. Где он убирает усиление. Поставить первым пунктом. И тогда бы он заиграл. Но ведь они решили этого не делать. Так что покрутим сегодня. Попробуем кого-нибудь поймать. Но эти герои лично мне не нужны. Ну и давайте посмотрим нового героя месяца. Желтая пятерка авиана со средней маной. И здесь стоит сразу обратить на эту пассивку. Потому что она гарантированно, когда на нее будут попадать какие-то усиления. Будет набрасывать себе 5% маны. И если мы ее прокачаем на альфа талант. То она сходу будет себе накидывать особую броню. И получается сразу 5% маны. Ей будет дозаряжаться. И вот с этими 5% она вроде быстрой не станет. Но тем не менее неплохо. Наносит 300 урона цели. И ближайшим врагам. Здесь тоже могли побольше нарисовать. Но если бы они больше сделали. Это был бы уже не герой месяца. А какой-то ближе к ивентовому персу. Цели враги поблизости получают иммунитет к новым усилениям. На протяжении 4 ходов. 4 хода это долго. И сам дебаф на запрет усиления. Тоже полезный навык. Герой ближайший союзники. И получает плюс 50 вероятность критического удара на 4 хода. Также крутейшая способность. На титанов. Да и в принципе в бою там уже урон с камней будет нормальный залетать. Герой месяца получился нормальный. За нее, ну за такого героя как минимум не стыдно, что его выпустили. И на каких-нибудь средних уровнях она спокойно сможет играть. Ну и давайте попризываем. Крутанем сегодня сезонное событие. Скрутим половину жетонов. Потому что эти персы мне особо и не нужны. И еще скрутим все монеты, которые накопились на Атлантиде. Здесь бы хотелось выловить Урсену. Потому что вот это стихийное отражение. Крутейшая способность. У меня 2 гориллы постоянно играют. И Урсену я бы тоже куда-нибудь пристроил. Начнем мы с Атлантиды. Потому что давно пятерок не было. И возможно кто-нибудь сейчас выпадет. Синий. Тройка. Гата. Окей. Все остальные персы из этих рекомендаций у меня есть. Поэтому нужна только... Урсена, ну давай. Здесь еще, кстати, бесплатный вроде призыв и за рекламу. Меля. Неудивительно. Сейчас будет Мнезиус. И эти. Да ладно. Неожиданно. Так, ну давай, Урсенка. И еще один призыв. Мнезиус. Да. Так, сундук. Понятно. И давайте глянем рекламу. Остается 2 призыва до гаранта. Давайте начнем вот это крутить событие. Так, скипом. Четверка. Окей. Тройка. Забираем здесь. Всех нужных персов я уже взял. Поэтому... Теперь буду забирать тех героев, которых у меня просто нету. И начнем с тот Амуна. Продолжаем. Здесь у нас, получается, остается 15 призов. Выпадает опять четверка. Так, скипом. Хисан был уже. Не нужен. Тройка. Опять он. Ну ладно. Ну, я здесь отсюда никого и не жду. Так что. Норман. Все они лежат прокачанные. Но никто из них не играет. Да, ребята, добавляйтесь в ТГ канал. Как только я буду находить вот этих вот новых персов, тест их я буду сразу сбрасывать туда. Тройка. Ну, три призыва остается. Ну, смотри, что выпадает. И четверкой заканчиваем. Ну ладно. Ну что, ребята, вот такой вот получился ролик. Последнее время пятерки как будто вообще выключили. Они просто перестали выпадать. Надеюсь, у вас призывы проходят более удачно. И какие-то нужные персы вам все же выпадают. В любом случае, удачи вам на призывах. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения. И всем пока.